На прошлой неделе в соцсетях появилось обращение саровчанки Анастасии Зориной, которое вызвало общественный резонанс. Девушка на видео рассказывает о том, как лично столкнулась с проблемой докхантеров в нашем городе. На её глазах от отравления умирала бездомная собака. Анастасия пыталась спасти животное, отвезла в клинику, но было слишком поздно. Она умерла буквально на её руках. Случившееся потрясло саровчанку до глубины души. Анастасия решила привлечь внимание общественности к проблеме докхантеров. Сейчас она собирает подписи неравнодушных саровчан. С заявлением девушка хочет обратиться в правоохранительные органы, чтобы привлечь к ответственности тех, кто разбрасывает яд на улицах города. Общественность в комментариях разделилась на два лагеря. Адни жалеют погибших животных и осуждают жестокость докхантеров. Другие боятся за своих детей и близких, когда замечают около детских площадок стаи собак. Но в одном общественность солидарна. Проблему нужно решать на законодательном уровне. Программа ОСВВ «Отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск», которую приняли в 2018 году, не решает вопрос с бездомными собаками в нашем городе, а лишь усложняет его. Я общаюсь с коллегами в разных городах. Все говорят об одном и том же. К сожалению, та идея, которая была заложена в федеральном законе о заботе с безназорными животными, она казалась не совсем работоспособной, либо механизмы, которые были предложены, не дают того самого эффекта. На проблему обратили внимание и народные избранники. В ближайшее время этот вопрос поднимут на комитете. Я как председатель комитета не остаюсь в стороне. Мы на ближайшем заседании рассмотрим данный вопрос, пригласим всех необходимых и заинтересованных людей, пообсуждаем и попробуем как-то сдвинуть этот вопрос с того состояния, которое у нас сейчас есть. Потому что, если уже люди перешли на методы разброски вот этого яда, то, значит, это опасно не только для собак. Это и маленькие дети, которые могут что-то взять, и домашние животные, которые с хозяевами. Местная власть обратила внимание на проблему, но решить ее в одночасье невозможно. А потому соровчанам нужно быть предельно осторожными, поскольку яд может сейчас лежать во дворе вашего дома. Выгуливайте собаку в наморднике, не подвергайте питомца опасности. Каждый раз после прогулки важно смотреть за тем, как собака себя ведет. Если ваш питомец проглотил что-то угрожающее, в первую очередь нужно вызвать рвоту. Если рвоту вызвать удалось, это уже замечательно, как говорится. Дальше, как вариант, можно использовать активированный уголь из расчета 1 таблетка на килограмм веса, энтеросгель, столовая ложка на 10 килограмм веса. Но остальные процедуры уже владельцами, многими владельцами самостоятельно не могут быть проведены. Поэтому по возможности животные нужно доставить в ближайшую клинику или к ветеринарному специалисту. Мы будем следить за развитием событий. В ближайших выпусках расскажем, какие пути решения проблемы бездомных животных выберут народные избранники. Анна Пилипец, Андрей Махмудов, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.